Ну, идея снять фильм об Иване Дмитриевиче Серко изначально мне не принадлежала. В прошлом году на Международной киноассамблее, где демонстрировался один из моих фильмов, я получил предложение снять фильм на эту тему от Андрея Шибкова, теперь уже продюсера фильма «Атаман». И надо сказать, что согласился я не сразу, это подтвердят и мои коллеги, и друзья, потому что знания о запорожском казачестве эпохи Серко у меня были очень поверхностны и настораживало то, что, к сожалению, образ Ивана Дмитриевича Серко сейчас очень политизирован. Мне нужно было время, чтобы погрузиться в материал, и когда я ознакомился с тем, что снято об Иване Серко на телевидении и с рядом публикаций, я был обескуражен. Обескуражен тем, что при таком видимом большом количестве публикаций о нем большая часть из них – это изложение или такой пересказ близко к тексту произведений известного историка Дмитрия Иварницкого, который очень много написал об эпохе запорожского казачества, в том числе и 17 века. А те публикации, которые претендовали на оригинальность, они как-то лишены были убедительности и внятной аргументации. Они были больше похожи, знаете, на, что ли, такие романтические баллады на тему запорожского казачества, что очень далеко на самом деле от исторической правды. Вокруг Ивана Серко оказалось огромное количество мистификаций и вымыслов. Политики паразитируют на его образе, идеализируя эту личность. Тем самым они, попросту говоря, манипулируют патриотическими настроениями в нашем обществе. Ну, вот все это в совокупности и подтолкнуло к тому, что надо снимать фильм внятный, адекватный, правдивый, на основе исторических фактов. Ну, насколько, конечно, это возможно, потому что историю тоже пишут люди. Ну, Иван Дмитриевич Серко – личность легендарная, вне всяких сомнений. Причем в буквальном смысле. Он как камень, который долгое время пролежал под водой, оброс ракушками легенд, вымыслов, мистификаций, различных стереотипов. И вот хотелось это все стряхнуть с него и показать образ Ивана Серко сквозь воздух той эпохи. Эпохи для Украины непростой, потому что Украина находилась одновременно под влиянием двух монархов – польского и российского. А на южных границах Украины под контролем турок и татар находилось огромное количество плененных не только украинцев, но и европейцев. Поэтому Серко и запорожские казаки, они выполняли миссию освободителей. Поэтому его почитали не только в Украине, но и в Европе. И юго-восточные границы Украины для европейской христианской цивилизации служили таким щитом от мусульманской агрессии. При съемках фильма и еще ранее в процессе написания сценария я постоянно консультировался у историков и авторитетных ученых, потому что мы хотели сделать фильм только на основе исторических фактов. А что такое исторический факт? Это как математическая теорема. Она имеет право на существование тогда, когда у нее есть какая-то методика доказательства. Теорема доказана, значит она имеет право на существование. Также исторический факт. Чем он может быть доказан? Ну, какими-то свидетельствами очевидцев того времени, зафиксированных в архивах государственных, зафиксированных в каких-то документах. Например, в переписках. Вот, кстати, частная переписка. Именно в частной переписке, а не в официальной государственной, можно найти любопытнейшие характеристики, потому что она не заангажирована. Вот в одном из писем польского короля Яна Собецкого III, который лично знал Серко еще с тех пор, когда он был гетьманом Речи Посполитой, он его так характеризовал. Серко человек тихий, уступчивый, благородный, имеющий безоговорочный авторитет в казацком войске. Тихий, тихий, то есть человек уверенный в себе, уступчивый, человек способный выслушать другую точку зрения, человек способный к компромиссу, благородный и имеющий огромный авторитет в казацком войске. Вот вдумайтесь, кому из современных политиков подойдет вся эта совокупность характеристик? Даже если не говорить о политиках такого высокого уровня, как Серко в 17 веке, взять, предположим, рядового депутата Верховного Совета Украины и поставить его в это письмо вместо Ивана Серко. Это как будет звучать? Депутат Верховного Совета Украины человек тихий, уступчивый, благородный, имеющий безоговорочный авторитет среди избирателей. Очень смешно. Депутаты тихие, которые понимают друг друга только тогда, когда они орут, уступчивые, когда они внутри собственной коалиции даже не могут между собой договориться, благородные, которые льют друг на друга воду, занимаются мордобоем, и самое смешное, это имеющий безоговорочный авторитет среди избирателей. В поиске таких, на первый взгляд, незначительных, но любопытных документов нам очень помогали в Никопольском краеведческом музее. Это и Александр Кушнирук, директор музея, его заместитель по научной работе Мирослав Жуковский, здесь, в Запорожье, доктор исторических наук, профессор Владимир Мильчев, кандидат исторических наук Инна Шугалева и многие другие ученые, которым я очень благодарен. В целом, конечно, этот фильм ни в коем случае не претендует на глубокое историческое исследование, потому что это было и невозможно сделать по целому ряду причин. База историческая об эпохе казачества времен Ивана Серко, она в большей своей части сводится к хронологии битв и походов и географическим координатам событий, где это все проходило. Но на таком материале сложно было бы построить фильм, поэтому хотелось просто показать образ этого человека, найти какой-то стержень внутренний, то, что есть его сутью. И вот, вне всяких сомнений, его внутренний стержень – это истинная, искренняя его православная вера. То есть это тот фундамент, на который он опирался во всех своих жизненных процессах. И это не вызывает никакого сомнения. Сам Иван Серко в одном из писем Гетьману Левобережной Украины Самойловичу писал «Живя вблизи кочевий бусурманских, мы беспрестанно сражаемся с неприятелем Креста Святого, за веру православную себя не жалея и славу бессмертную тем зарабатывая». Это и есть подтверждение того, что его внутренний мир был глубоко православным. Если в этом фильме нам удалось ликвидировать хотя бы часть мифов об Иване Дмитриевиче Серко от самых масштабных о том, что он был непобедимым воином, что он не проиграл ни одной битвы, потому что он действительно был личностью выдающейся, но неоднозначной, и заканчивая самым смешным и нелепым о том, что Иван Дмитриевич Серко и запорожские казаки были такими разбойниками и пьяницами, для которых целью всех их походов была нажива, то это уже хорошо. Потому что такой миф совершенно не выдерживает никакой критики, хотя бы потому, что известно более 40 писем Ивана Серко к известным людям того времени, к таким, как крымский хан Селимгирей, письма к русскому царю Алексею Михайловичу, письма к королю Речи Посполитой Яну Собесскому III, к гетьманам украинским. Трудно себе представить, что фигуры такого масштаба стали бы вести переписку с разбойником или пьяницей. В одной из стихотворных хроник 17 века есть точная и лаконичная характеристика Ивана Серко. Ее дал польский поэт Веспасиан Каховский. Судьба дала ему и счастье, и разум, и мужественное сердце, и оружие, и слава.